Портал «Такие дела» и «Лентач» «Большая земля» при поддержке Тинькофф Бизнеса представляет. Дальний Восток России. Здесь любой желающий может получить бесплатно гектар земли и начать свое дело. Пускай все говорят, что это невозможно. Но мы, Митя Олешковский и Борис Акимов, при поддержке Тинькофф Бизнеса проверим это на себе, возьмем гектар и создадим успешный бизнес с нуля. Это еврейская автономная область. По всем показателям она находится на последнем месте среди всех регионов России. Еврей, который уехал отсюда из области в Израиль, а потом вернулся сюда и стал казаком. В каком-то смысле, да, вот еврейская автономная область – это же анекдот. Ну что, шалом, Виктор, манешмар, хорбиседа, все любое? Любое. Скотт свой и свою молочную переработку. Ну, не свинок, я вам еще. Все говорят, ничего здесь нельзя сделать. А находится казак, еврей, который возвращается из Израиля сюда и здесь доказывает, что здесь все, что угодно можно сделать. Вы к нам приехали. Здрасте. А вы знаете, все это поле? Ваше поле. Прекрасно. Здравствуйте. Да, я не знаю, как это делается там. Я знаю, что у меня есть документ. Ну ладно. Зачарование, да, опять? Да. Сегодня мы поезжаем из Биробиджана в поисках нашего дальневосточного гектара. Участка, на котором мы собираемся сделать огромный кооператив для тысяч людей. Едет машина. Да, машины едут пошли. Для нашего огромного дальневосточного кооператива. Идем отсюда, поедем. Тысяч людей со всей страны. Мы едем в самый дальний поселок. Поехали отсюда. Мы едем в самый отдаленный районный, самый отдаленный поселок Еврейско-Автономной области, который называется поселок Радде. Около которого мы смотрим огромный надел земли. Смотрите, как красиво сзади. Да, в общем, и везде вокруг. Среди лесов и снегов и полей в самом тяжелом и экономически неразвитом регионе России, Еврейско-Автономной области, есть одна деталь, которая серьезно выделяется. Это очень хорошая дорога. Это знаменитая трасса Чета-Хабаровска. Чем она знаменита, Борис? Здесь однажды проехала желтая калина. А в этой калине проехал Владимир Владимирович Путин. Да, потрогаем эту святую землю. Давайте немножечко. Камешки. Да. Дорога, надо сказать, действительно хорошая. Едешь совершенно спокойно. Правда, разделителя нет. Но ничего. Надеюсь, еще при следующем сроке президента Путина он появится. Я понимаю, почему область тяжелая, если тут везде одни болота. Да. Ну где-то же эти болота должны прекращаться. Конечно. Ну где? Ну правда, мы едем одни болота. Вот мы первые километров, наверное, 150 отъехали от Биробиджана. И это удивительно красивая еврейская автономная область. Невероятно красивая, но на этой природе периодически встречаются вот такие вот остатки былого величия. Вот, например, какой-то коровник здесь явно был, где-то под Биракана, где мы находимся. Вот когда здесь планировался социалистический еврейский рай, то проводили аудит и анализ территории. Ученые и исследователи заявили, что на территории республики может быть до полутора миллионов голов крупного рогатого скота. Ну вот такого количества здесь, конечно, никогда не было и приблизительно. А сейчас уж и почти ничего не осталось, вот кроме этих кирпичей. Что-то, конечно, есть, найдем, но немного, явно. Я про то, что я... Дороги такие хорошие, что клонят просто в сон. Я на самом деле думал, что такого не может быть просто. Чтобы такие дороги хорошие? Ну, я думал, что только сюда Хабаровск будет хорошая дорога. Да. Свернули на какую-то деревню, поэтому и дорога просто обалделит. Вот и все. Да. Конец хорошей дороги. Траничная зона. Есть по документам, поставляющим личность. То есть вот это Китай там, да, уже? Да. Да, да, да. То есть странная. Полностью. У меня китайский оператор. Серьезно? Да. Че еще? Я даже сделаю скриншот. У тебя нет? Нет. Не могу смотреть. Причем прием отличный. А меня не ловят вообще. А, нет? У меня есть. Все нормально. Слушай, Радде, мы приехали. 1858 год основания. Да, между прочим. Мы приехали в самое дальнее село Радде. Собственно, здесь есть одна из точек, где мы хотели бы попробовать взять землю. Может быть. Но перед тем, как это сделать, мы хотим заехать, познакомиться с местным фермером, с председателем местного совхоза, которое... Колхоза. Колхоза, совхоза. И это единственное в еврейской остановной области полночное стадо размером в 600 голов. Маленькое поголовье для средней полосы России, но здесь это уникальнейшее совершенно предприятие, которое работает. И вот сегодня мы хотим посмотреть на него и познакомиться и узнать... И узнать, каким образом они выжили и выживают в такие времена и в этом месте. Мы ищем земли, где можно взять... Гектар, гектар. Лично вы? Лично вы? Лично что мы? Да, лично. Лично мы хотим... Литей и горе. Сказать хотим на своем собственном примере, что можно здесь что-то сделать, что можно сделать прибыльно. А кому вы хотите доказать? Ну, первое, что это себе. Ну вот, потому что нам доказать не надо, мы работаем прибыльно. Мы остались единственные в области, единственные, где есть 600 голов скота. И производим продукцию где-то на пределах 40 миллионов. В год? В год, да. Вот. Ну, по такой стоимости молока, все-таки считаю, что низкая стоимость молока, закупочная. Около 500, да. Ну, школа была вот, если раньше у нас 160 человек, то сейчас в ней, видите, около 40 человек. То есть вот отток. Ну, есть детский сад, школа, да? Детский сад такой примитивный, но маленький, да. И школа, ну, тоже вот вообще доживает. А молодежь не остается. Мы работаем, у нас в основном преобладают пенсионеры. Что будет дальше? Не знаю. Я так далеко не там. Мне 69 лет. Дети мои в Биробиджане. Не будут работать здесь? Здесь нет. Не хотят. Я не понимаю, если бы вы сохранили подобное хозяйство, и одно прибыльное в такие сложные времена было и остается, и что, вам некому его отдать? Нет, некому. Ну, все вот так мы живем вот по течению. Сколько, не знаю, сколько протягиваем. Не знаю. Вот так живем, живем. И вроде что-то и покупаем, и все. Да я не буду, я это самое. А все равно вот купили обрызгатель, но сейчас что-то в нас еще, потому что у нас. Ну, потому что любите свое дело и... Мне жалко животных. Люди все равно найдут ситуацию, да, как-то устроятся все, позаботятся. А как его вот оставить? Как? Пропадут? На данный востоке вы посмотрите. Вот вы, мол, тебе прям тысячу лектар. Село Башурово проезжали вот сейчас. Да. Да. Там это было раньше наше отделение. А сейчас мы отделились от них. Восстановите, и люди вернутся. Вы что-то... А расскажите, пожалуйста, вот там, вот взять тысячу лектар вокруг Башурово можно? Там тысячу лектар. Это вот Радо, это вот Башурово. Это вот Радьевские земли, вот это Башуровские, это башковские. Это ихние земли, это ихние земли, это все ихние земли. А, то есть вдоль дороги, да? Да, да, да. Там даже земли были лучше, чем по Банитету, чем наши. Я к чему говорю, вот Башурово, в Ижевском уже нет жили, а Башурово можно восстановить жилье. Вот вы, как, я считаю, это вот напрасно трата денег. Если вы приедете в чистое поле, здесь не надо в чистое поле, здесь есть электроэнергия. Дорога, электроэнергия уже есть, да? Есть жилье, которое можно восстановить. Да, мы видели, все стоят, да. Что можно восстановить, а не строить. Это разные вещи. Конечно. Вот, то есть затраты уже не такие, как с нуля начинать. Я думаю, крепкое хозяйство. Да, потом друг, я там рядом и сказала, где мы будем работать, давайте. Село Рад до одной из самых отдаленных точек Еврейской автономной области. Оно находится прямо на границе с Китаем. Очень часто тут вместо наших операторов ловят китайские. Но даже здесь есть интернет. И сотрудники местного колхоза ведут весь свой документооборот через него. В том числе и банковские операции. Никого не удивить тем, что банки ушли в интернет. Интернет-банкинг есть у каждого практически. Но только у Тинькофф Бизнеса есть мобильное приложение, признанное лучшим в России. Интернет-банк и мобильное приложение Тинькофф Бизнес просто офигенно удобные. Они полностью оптимизированы под мобильные устройства и позволяют проводить множество операций, что дает возможность полностью контролировать свой счет. Внутри приложения можно проводить платежи контрагентам без ограничений. Организована работа с корпоративными картами, удобный онлайн-чат, графическая аналитика и даже распознавание платежного поручения по фото. Приложение само напоминает о платежах и отчетах. Дает возможность поддерживать несколько пользователей и компаний в одном аккаунте. Позволяет подписывать платежки смс-ками и даже выставлять счет из личного кабинета. Присоединяйтесь в Тинькофф Бизнес и попробуйте сами. Ну а зрителям нашего шоу Чинькофф Бизнес дарит три месяца бесплатного обслуживания. Подробности в описании. О, это ваши? Да, вот это она. Прямо альпийские луга. Вообще вы очень много времени на нас потратили. Это прямо... Мы очень благодарны вам за это. А я, знаете почему? Если вы сюда вдруг приедете, то вы будете у нас молодое мясо брать. И вот как-то я уже... Размечтались. Смотрю, да. Смотрю, все-таки, если бы это так произошло, было бы здорово. Вы знаете, выглядит прямо интересно очень. Прямо очень интересно выглядит ваше хозяйство. А сколько здесь всего свободных этих полей? Вы говорили, это 80, там еще 70, там 160, вы сказали. Значит, в Радде было 1080, и в Башурово тоже 1000 будет. В общем, хоть город построить огромный, да. Не хотелось бы, конечно, хотелось бы ферму. Огромные земли пустуют. Осталось только взять. Ну, и вот там заросло, видите, не косили, заросло. А пойдемте, да. Там дальше тоже вот они часть косят, часть не косят, тоже заросло. На 80 гектарах. Там тоже, вот я вам показывала, заезжаем, вот там 80 гектаров. Очень хорошее поле было. А вот тоже заросло. Понятно. Ну, надеюсь, что у нас что-нибудь получится. Может быть, даст бог, станем соседями. Ну, я вот, вы как-то такую надежду поселили. Ну, мы вот такие вот два сумасшедших, которые хотят что-то попробовать сделать хорошего для своей страны. По своим примерам показать, что, ну, вот видите, здесь территории, нам нужно их осваивать. Дикий восторг на Диком Востоке. Мне вот тоже очень нравится. Мне просто визжать, честно говоря, хочется от восхищения. Какие-то бескрайние поля. Китай через реку. Удивительно красиво. Сопки. Сопки фантастически красивые. Коровы. Коровы. Русско-еврейская Швейцария. Что здесь можно делать, как ты считаешь? Так вот, мы сюда приехали, и вот эта тетушка, это хозяйство, нам сразу показалось, что здесь надо сделать. Это хозяйство, которое по своей сути, ну, абсолютно европейская органическая ферма. Почему? Производящая, вероятно, крутое молоко. Потому что коровы сейчас на молочных фермах просто стоят. Так. И роботы их дуют. А у нее они ходят. Они ходят туда-сюда. Разница принципиальная. Они дают 2-3 раза меньше молока, при этом абсолютно не болеют. У них нет мастита, у них нет вообще никаких заболеваний. Точнее, значит, не надо использовать антибиотики. Современная промышленность, молочная промышленность, она сделана так, что коровы стоят, да, они тебе дадут 25-30 литров в день, но ты их давай-ка пичкай антибиотиками, потому что мало ли что, тут падешь будет такой, что мало не покажется. То есть, подожди, все так просто, если корова ходит, она не болеет. Конечно. Чем больше ты же, тем больше движешься, да, тем более ты худой и здоровый. Сразу видно, что ты не очень много двигаешься, в различии у коров. А здесь они сдают здоровое абсолютно чистое молоко. Сдают его куда-то в молокозавод, там его мешают с каким-то еще молоком, разливают как просто молоко. Чем он отличается от другого молока в магазине? Ничем. Вот, на самом деле, у него уникальный продукт. Поэтому нужно сделать что? Надо приехать сюда, надо создать здесь кооператив семейной молочной фермы. Пусть у кого-то будет 10 коров, у кого-то 20, у кого-то 100. Вместе это будет, там, не знаю, тысяча, две тысячи вместе с ее коровами. Так, поставить здесь переработку и будем делать. Начиная от молока, кефира, сметаны и творога, главное, заканчивая сырами. Мягкий сыр выдержанный. Представляете, антураж какой-то. Русская еврейская Швейцария, она должна выдавать сыры. Вот, делать сыр. Делать этот сыр брендом этой территории. Привезти сюда туристов, которые бы увидели это, попробовали бы на вкус. Все, весь этот молочный рай еврейский. Вот, вот она идея, вот она на поверхности. Знаешь, мне кажется, что помимо сыра, было бы классно, если бы еще можно было бы здесь, здесь же разводить коров и на стейк. Тогда вообще, в принципе, отсюда можно было бы никогда и не уезжать уже. Ну, я тебе покажу, как некоторых бычков можно будет выбраковывать и превращать в стейковое мясо. Понятно. Ну что ж, это лишь одна из точек, которую мы посещаем в еврейской автономной области. И на самом деле у нас есть еще несколько мест, куда мы хотели бы приехать и посмотреть. Есть еще идеи по развитию дальневосточного гектара и по тому, какой бизнес можно было бы там завести и запустить. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно ставьте лайки. Пишите в комментариях, если вы готовы присоединиться к нам в освоение дальневосточного гектара. И если вы готовы вступить в наш дальневосточный кооператив. Ну, а завтра мы едем к староверам. Дикий Восток. 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 Продолжение следует...